Из поучений святаго Иоанна Затаустова на послание апостола Павла к римлянам. Итак, выслушай, что заповедал Бог. Если будешь прощать грехи ближнему, то и я, говорит, он прощу тебе. Какое же в этом неудобство? Какая же в этом трудность? Какая в этом тягость? Грехи твои милостыними искупи, Даниила 4, 24. Какой в этом труд? Мытарь сказал, будь милостив ко мне грешному. И пошел оправдан. Лука 18, 13, 14. Трудно ли подражать мытарю? Несмотря на все это, ты не хочешь убедиться, что есть наказание и мучение. Но может быть ты скажешь, что дьявол не подвергается наказанию? Сказано, и дети в огонь уготованы дьяволу и ангелам его. Матфея 25, 41. А ведь если бы не было гиены, то и дьявол не наказывался бы. Если же он наказываться, то ясно, что и мы, совершая дела, и мы будем наказаны так, как и мы прислушали заповедь Божию. Хотя не ту же, какую он. Как же ты не боишься дерзко говорить о Боге? Ведь когда ты говоришь, что Бог человека любив и не наказывает, то по-твоему выходит, что он уже не человека любив, если накажет. Замечаешь ли, на какие мысли наводит вас дьявол? Что же, неужели монахи, поселившиеся в горах и показавшие множество подвигов, останутся неувенчанными? Ведь если злые не наказываются и нет никакого воздаяния, то иной может сказать, что и добрые не награждаются. Я с этим не согласен, скажешь ты, так как с благостью Божию более сообразно существование только одного царства негиены. Значит, блудник, прелюбодей, совершивший тысячу преступлений, будет наслаждаться теми же благами, какими отличившиеся целомудрием и святостью? Значит, Павел станет наряду с Нероном, или даже дьявол наряду с Павлом? Если нет гиены, а воскресение будет общее, то и злые удостоятся тех же благ, каких и праведники. Какой же безумец может утверждать это? Или лучше сказать, кто из демонов осмелится говорить это? Ведь бесы признают гиену, и потому возопили глаголюще. Зачем прежде времени пришел мучить нас? Матфея 8, 29 Как же ты не боишься, не ужасаешься отрицать то, что признают даже бесы? Как ты не замечаешь, какой участи внушает тебе это злое наставление? Кто обостил человека вначале и предложение больших надежд и створк у него благо, бывший уже в руках, то ты ныне научая тебя так говорить и думать. Дьявол для того и убеждает некоторых думать, что нет гиены, чтобы вернуть в нее. Напротив, Бог для того угрожает гиенную, готовил ее, чтобы ты, зная об этом, так жил, чтобы не впасть в нее. Если дьявол и теперь, когда есть гиенна, уверяет тебя, что ее нет, то если бы действительно ее не было, какая была бы нужда свидетельствовать о нем бесам, которые всего более стараются о том, чтобы мы и не подозревали существование гиены, чтобы не страшаясь ее, стали беспечнее и впали с ними в гиенский огонь. Почему же, спросишь, они свидетельствовали тогда о гиене? Потому что не переносят, принуждающие их к тому необходимости. Итак, размышляя всем этом, пусть перестанут говорящие это обманывать себя и других, так как за эти слова они понесут наказание, потому что смеются над страшными вещами, приводят к беспечности многих желающих истинно заботиться о своем спасении, и даже немало не подражают язычникам и невитянам. Те, будучи во всем несведущими, когда услышали, что город их будет истреблен, не только не обнаружили неверия, но и восстинали, облеклись во вретище, смирились и не прежде переставали все это делать, пока не утолили гнева Божия. А ты, зная столько случаев суда Божия, словами своими уничтожаешь то, что сказал Бог. Потому участь твоя будет противоположна участини невитян. Те, устрашившие слов, не подвергались наказанию на самом деле, а ты, презирая угрозы на словах, понесешь наказание на самом деле. Теперь слова эти кажутся тебе баснью, но не покажутся такими тогда, когда убедишься в них на деле. Неужели ты не видишь, что сделал Христос и здесь на земле? Не одинаково жребия он удостоил двух разбойников, но одного ввел в царство, другого послал Геенну. Но что мне говорить о разбойнике и человек-убийце? Христос не пощадил апостола, когда он сделался предателем. Но предвидя, что он стремится в петлю, удавится и рассядется, предвидя, говорю, все это, однако, попустил ему претерпеть это, чтобы посредством настоящего удостоверить тебя во всем будущем. Итак, не обманывайте сами себя, доверяя дьяволу, ведь это его внушение. Если судьи, господа, учители и даже люди необразованные награждают добрых и наказывают злых, то возможно лишь, чтобы Бог поступил иначе и доброго сравнял с порочным. Когда же совершится освобождение от пороков? Если и ныне люди порочные, ожидая наказания и находясь средь столь великого страха, страха судей и законов не отстают от худых дел, то когда же они перестанут совершать злые дела, если по переселению вечность избавятся от всякого страха? И не только не впадут в гиену, но еще получат царство. Это ли будет человеколюбие, скажи мне, чтобы усиливать порок, награждать зло, удоставить одной части целомудренного и распутного, верного и нечестивого, Павла и дьявола? Не долго ли нам вести такие пустые речи? Умоляю же вас, освободитесь от этого безумия, будьте благоразумными, вношите душе страх и трепет, чтобы она освободилась от будущей гиены и, проживши настоящую жизнь целомудрии, сподобилась будущих благ, благодатью и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.